130 домов в Кирове сегодня остались без тепла. Ночью в районе улиц Некрасова и Чапаева произошла коммунальная авария. Без горячей воды и отопления остались около 28 тысяч кировчан. На месте ЧП побывала Евгения Бакина. Белые клубы пары и зеленые лужи на снегу. Авария на теплосетях произошла около часа ночи в районе улиц Некрасова и Чапаева. Кировчане, не успев открыть глаза, ощутили на себе все прелести морозного утра без горячей воды и отопления. Схожу, даже кот и тот под меня лежит. Калате теплые, носки теплые одену и все, тапочки. Около 130 домов по улице Некрасова, Чапаева и Попова остались без отопления. В некоторых зданиях, а именно в районе Зонального института и на улицах Урицкого и Казанской снижен уровень подачи тепла. Сами сотрудники КТК на погоду не ссылаются. По их словам, причиной аварии стал выход из строя задвижки на трубопроводе. Основную часть времени, к сожалению, заняли работы по сливу теплоносителя с магистрали. Объем большой. На данный момент слив теплоносителя закончен. Идет замена задвижки. Вырезают старую. Ставить будем новую. В экстренном режиме на объекте работали 15 сотрудников. К обеду им удалось устранить дефект. После приступили к заполнению километрового участка теплотрассы. Все силы и средства подняты. Управляющие компании ходят по домам, смотрят, чтобы не началась кристаллизация, система отопления и не произошла их разморозка. Тепло и горячая вода уже появились в домах кировчан, подтверждают ресурсники. Евгения Бакина, Александр Нейстров, Бюро новостей Давича. Евгения Бакина, Александр Нейстров, Бюро новостей Давича.